Один из этапов просеивания на вшивость россияне, судя по всему, прошли. Минтруд объявил о том, что рекомендация об отстранении сотрудников от работы, отказавшихся провакцинироваться, необоснованно, по его мнению, она отменена. То есть, опять же, не приказ это был, а была ли всего лишь рекомендация работодателям. И при этом самое интересное, мне кажется, это цифры. Цифры, которые будут засекречены и переданы тем, кто заказывал вот это давление на всех работников, на всех, в принципе, россиян в стране. Им будет очень интересно, сколько россиян были, прогнулись под то, чтобы провакцинироваться. Но это ведь говорит, что это необязательно, обязательно дело не в этом. Это принудиловка была, стопроцентная принудиловка, когда людей просто обязали привиться. Либо они потеряют работу. А работа, ну, это один из самых важных, самых таких тяжелых факторов в России. Почему большинству россиян сложно дожить, слово дожить, конечно, может быть, не так хорошо звучит, до получения заработной платы. Некоторым приходится занимать, просить, чтобы выдали зарплату пораньше. А тут представьте ситуацию, потеря работы. Потеря работы на фоне того, что растет безработица. Соответственно, потеря работы является таким фактором, который сравним, наверное, с потерей здоровья. И вот сейчас людей испытали самым таким тяжелым способом. Вы теряете работу, либо вакцинируетесь. И вот все-таки очень интересно, какие же цифры. Сколько людей сказали нет и не стали вакцинироваться. Редактор субтитров А.Семкин